Лень мне было мазать голову кремом, поэтому я одел себе такую дурацкую шляпку, чтобы закрывало все. Потому что сейчас уже уровень ультрафиолета примерно семерочка, так, ориентировочно. Это уже, значит, может сгореть за полчаса. О, вот они красавцы все. И страусы вам, и лебеди, и шмебеди пошли на остров. Стараюсь грязнуть, запачкать чекакашками. Чекакашками лавировали, лавировали, да не вырвало. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Гораздо больше, чем в прошлые разы все вместе взятые. Здравствуйте, здравствуйте, докладывайте, докладывайте срочно, почему у вас облысение, почему мы сегодня гениально обманули Эмму. Они даже не пришли и не кидались на нас за кормом. Это просто прекрасно. И шерсть приятная. Он какашки халует, смотри. Он прямо ест говно. Чувак, ты что, совсем оголодал? Вот прямо какашки живет. Офигеть. Ребята, ничего, совсем оголодали? Жесть. Шок-контент. Австралийские кенгуру оголодали настолько, что едят собственное говно. Или говно страус. Или Эму. Интересный факт, что Эму не обижаются на то, что их называют страусами. Я их спрашивал. Алиса тыкает палочками с кокашки, что, в общем-то, нормальное явление. Палочками – это хорошо. Вот когда ребенок тыкает пальцами, это не очень. Вот я на фоне четырех Эму. Мне жена подсказала – это великий кадр. О, может на заставку, кстати, пойдет. Короче, вот это вот кенгуру, который ела какашки – это просто бомба. Шок-контент. Ну ладно, все животные грудь какашки. Интересно, какая. Пойдем попробуем, может оно вкусное. Мы же просто не пробовали. Вот все там, все говорят – говно-говно, а может оно вкусное на самом деле. Как манго такое на вкус. Ну тогда как киви, волосатый киви такое. А оно, кстати, между прочим, с частичками травы. То есть очень полезно для пищеварения на самом деле. Обязательно снимите камеру. Как я ем? Я не покажу. Это личная… Мне кажется, это частная жизнь, ну, человека. Когда он ест, собственно, никакая. В смысле… Ладно, хватит. Знаете, сейчас мы пойдем еще на 15 минут в зоопарк. И потом поедем на пляж уже. У нас есть палатка специальная пляжная. Посмотрим, если там ветра нет, то она даже будет стоять. Куалы как бы есть, но они, естественно, спят. Вот они. Еще одна спит. Там вдалеке есть пеликан, а здесь есть старинный домик с колесами от телеги. Вот такой вот зоопарк. Ну, мы это все показывали уже в предыдущих видео, так что… А вот ехидна. Пожалуйста. Палкообразная ящерица ползает. Их тут две. А вот они моются здесь. У них тут бассейн. Джакузи. Вот у нас казуарчик. Недалеко от ящерицы. Здорово. Какая у него борода. Красавец. Красавец. Вон у него какие-то бороздки. А сейчас мы идем к вомбатам. Вомбатов. Я здесь видел один от жизни. Лет восемь назад. Они здесь обычно с этими мостками прячутся. Вот тут нора у них. Тут какие-то подзаросшие такие несвежие уже норы. Идем на птичек глянем. Здесь водится страшная серая птица-мясник. Она улетела, но мы ее сейчас зумом достанем где-то. Вот она. Вон ее видно. В общем смысл моей неудачной шутки в том, что она такая маленькая и не опасная. Привет орел. Молодой. Скормленный в неволе. Вот белый орел. Элли Грин Субтитры сделал DimaTorzok Судя по айфону сейчас 19 градусов в тени Ощущается как 30 Потому что солнце печет Нам крупно повезло, мы увидели голубых португальских корабликах Вот как они выглядят Это вот самое ядовитое существо в мире Вот так оно, по сравнению с рукой Трогать я его не буду Оно конечно высохло, а вот у него такой длинный хвост Туда тянется Вот еще один кораблик Тоже засохший Выглядит как рыбный пузырь Но это очень ядовитое Но это значит, что они здесь водятся Причем их тут много И вот их тут дофига, дофига, дофига Вынесла Вынесла Ближайшим прибоем их сюда вынесла Офигеть Тут опасно Тут оказывается купаться-то вообще сильно опасно А я хотел искупнуться Если такая охрень укусит На скорой даже не могут не успеть довезти Их даже мертвых не советуют, кстати, руками трогать Потому что говорят, что может остаться какой-то яд А их не щупальца, но как бы вот лучше не трогать Вот наша палатка А сейчас по мановению руки она сама себя поставит Вот какая Палатка сразу с ребенком поставилась В общем палатку рекомендую Стоит баксов 50 в баннингсе Отличная вещь У нее вот здесь такая Такой механизм зонта Вытягиваешь веревки И она сама как бы расправляется То есть ставить ее буквально 2 секунды У нее 2 выхода, чтобы ветер продувал и не сдувал И 2 мешка для песка, чтобы не сдувал А тут еще 2 есть Вот в таком месте Жикарном Полном, правда, португальских корабликов Давай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, мужик поймал Гарпуном На подводное ружье Рыбеху О, какие Вот такие 2 рыбехи он поймал Класс Говорит, у него гарпунт сломался, поэтому он много не поймал Сегодня я увидел шок 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 Я имею в виду шок Я имею в виду машину, который защитит меня Отправить меня Отправить меня Вот здесь? Да Может быть Ничего Спасибо Блок Потому что я убил Сегодня получилось 2 шок-контента Это Блю Боттл, который португальский кораблик Самое ядовитое создание в море И Кенгуру, которая ест говно Подписывайтесь Ставьте лайк Будет еще говнее Лучше И ядовитей Щук Субтитры сделал DimaTorzok